друзья всем привет хочу вам показать мой венерин башмачок вот такой красоту такая вот прелесть он небольшой у меня достаточно уже такой шикарный кустик то есть когда я покупала это было несколько лет назад у меня было не так много отростков смотрите что я сейчас обнаружила вероятнее всего это карман и в этом кармане из этого кармана точнее будет уже скорее всего цветочек вот этот цветочек у меня наверное летом либо год назад не до конца развился и засох ну это мое неусмотрение поэтому поэтому тут тоже самое у меня произошло был у меня такой период когда он не успевал нему не хватало сил что ли я не знаю возможно нужно его отсаживать кстати вот эти белые капли это обработка от клещей потому что потому что посмотрите что произошло у меня это все работа ключей вот это вот засохшие детка вот это вот старые старый гуси который высох в счет за счет нам уже своей как бы старости а вот это вот была новая детка маленькая детка и вон там внизу маленькая детка там внизу ну не могу вам показать вот тоже вот маленькая детка в общем ни для кого не секрет что если есть клещи у орхидеи то при любом удобном случае для клещей они снова активируются так как у нас зима были сильные морозы цветочки я свои поливала не так часто как я это делаю другое время года клещи очень любит сухость когда сухо и они у меня очень хорошо активировались благодаря этому они благодаря этому они съели вот этот куст они съели вот тот кустик пострадали еще другие орхидейки покажу в следующем видео поэтому я приняла решение обрабатывать абсолютно все 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 орхидеи даже те на которых нет следов от клещей потому что если на подоконнике есть вернее если на цветке есть клещ и он стоит на подоконнике с другими цветами то ну сто процентов что эти клещи они в момент можно могут напасть и на другие цветы конечно в первую очередь орхидеи кушу клещи кушают у орхидей деток почему ну либо новые отростки почему новые новые цветочки потому что кожица у деток либо у новых цветочков нежнее и им проще добывать сок пищу то есть вот допустим у таких вот плотных которые уже там долгое время у лепесточка да им тяжело прогрызать поэтому они нападают конкретно на деток и вот оно что происходит поэтому я раньше тоже ведь не знал вот у меня несколько орхидей погибло вот только по моей не знаю ну наверное недогадливости что ли то есть у меня тоже были орхидеи вдруг резко начинают сохнуть детки то есть она дала несколько деток бульбовой орхидеи дала несколько деток смотрю они сохнут я себя винила господи неужели я их залила или еще что-то попала вода или что-то вроде бы не заливая вроде лью аккуратно по краю горшка никак не трогая бульбочки а вот они все детки вот превращались в такой сухостой это в первую очередь в первую очередь говорит о том что это клещи именно поэтому я приняла решение обработать все свои орхидеи вот эти белые капли это средство засохшие обрабатывала я сам майтам но я также приняла решение что у меня видимо так как у меня реально целый подоконник орхидеи в районе там 30 штук я приняла решение что мне наверное через какое-то время обычно сама и там написано что он действует там до полутора месяцев что мне через какое-то время необходимо еще раз обработать все орхидеи поэтому следующую обработку буду делать наверное через два месяца уже другим средством чтобы не было привыкания у орхидеи на сан майт я буду делать уже наверное средства пола это не реклама абсолютно не реклама просто это мои я просто вам рассказываю мои методы борьбы с этими врагами которые портят реально портит цветочки которые и жрут деток у меня пострадало несколько орхидей и следующий мой орхидеи будет вот это венерин башмачок а следующую мою орхидею вам покажу тоже не фаленопсис другой сорт там такая же ситуация абсолютно с детками детки превращается в сухостой вот и это очень жалко и печально потому что вот именно вот все бульбовые орхидеи либо вот такие вот орхидеи как венерин башмачок то есть и у них продолжение рода ты идет от детки вот отцвел вот этот цветочек дай вот он дал цветочек стрелу все он больше не будет свести дальнейшей его жизнь будет заключаться в том что он даст детку как он уже сделал вот мы ее видим это детка которую он дал продолжение своего рода он дал детку это детка должна вырасти также отцвести но чаще всего ну вообще должно да такое быть вот уже тут почему-то опять же недоразвитой видите стрела то есть если вот тут мы видим длинную стрелу а тут она короткая но возможно этот карман капюшончик откроется конечно она возможно пойдет в рост но она я считаю все равно недоразвитой почему потому что орхидеи вот эти венерин башмачки они должны дать целиковых два больших вернее даже не 24 листа и только после четвертого листа на пятом листе уже идет цветочек цветоносик а тут видите мы видим маленькие листочки и уже видим карман в котором на стоп на 99 процентов то есть этот цветок то есть что опять не так непонятно но вероятнее всего что клещи помогли тут скажем так ослабить иммунитет и поэтому он так себя ведет ну вот в данном случае я обработала орхидею а вообще все орхидеи от клещей в данном случае честно скажу я сильно не переживайте же самое хорошее средство ну по крайней мере так пишут так говорят и я думаю что потери вот потеря вот этой детки вообще эта детка она выросла представляете она выросла от какой-то старые старые почки которая находилась в земле ну вот в грунте ну то есть и такое бывает такое у меня уже такое было обычно мы ждем детку возрождение новой детки от зеленого какой-то до зеленой части а тут вот получилось так что это детка она возродилась из земли и вот как и вот это вот видите вот этот вот старый цветонос высохший то есть это одна из первых одна из первых деток ну вот один из как бы один из первых кустов который у меня появился он давным-давно уже как бы отцвел уже высох но внутри все равно есть какие-то были были какие-то как бы я не знаю почки или еще что-то и поэтому вот эти вот вот этот микро детка вот это микро детка не могу не знаю как вам ее показать сейчас попробую конечно микро деткам вроде бы на цвету снимают все равно темновато ну в общем вот тут маленькая такая девочка маленькая маленькая не видно на камере не видно вот эти две детки они выросли из самых первых старых и уже давным-давно высохших кустов это говорит о том что при желании орхидея ну может возродиться вот поэтому вот такие вот у нас делаем он там я тоже вижу засохшую детку вот этого тоже все работа вещей это не болезни это не какое-то мое недосмотрение это работа клещей клещей очень любит деток очень любят деток либо какие-то новые листочки которые еще не окрепли и которые имеют тонкую кожицу поэтому вот такой вот у нас и происходит и мне очень жаль я это осознала я это уже поняла но уже конечно поздно когда я потеряла своих нескольких орхидей бульбовых они давали детку а детки превращались в такой же вот сухостой так что вот такой вот у меня видео хотела вам показать свой венерин башмачок вот я показала такая вот прелесть цветет он у меня регулярно ну раз в год точно даже в какой-то год как мы видим он давал мне несколько ну то есть вообще это несколько кустов он меня очень сильно разросся потому что когда его покупала я попробую скинуть ссылку на моё одно из первых видео там курс намного меньше то есть у меня был куст то есть один тут несколько кустов раз-два да мы видим три четыре пять а там был один кустик и то есть и он вот так вот разросся уже вот на протяжении он у меня уже много лет этот цветочек вот такая вот красота а еще венерин башмачок любит когда его подкармливают он очень любит кальций вот такая красота всем спасибо за просмотр кому понравилось на видео ставьте лайк кому не понравилось ставьте дизлайк всем пока